Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Светланы Воробьёва и сегодня в нашем выпуске. Я вижу, как сегодня обстоят дела с счастьем карельских детей. Первые встречи и выводы. Известный правозащитник Павел Астахов находится в Карелии. У кого-то в районах дороги, у кого-то мосты, у кого-то благоустройство. Далее кропотливая работа по статьям «Бюджет Карелии» прошел первое чтение. Комфортнее и просторнее юные кадеты переехали в новое здание. Известный правозащитник Павел Астахов находится в Карелии. Рабочую поездку он начал с Ланца. Там расследуют дело о смерти 18-летнего молодого человека. По предварительной версии он умер от ножевого ранения в спину во время ссоры со своей девушкой, воспитанницей местного детского дома. С ней и встретился полномочный по правам человека. При президенте России Павел Астахов считает, что смерть молодого человека трагическая случайность. Эфимов Чинников продолжит. Она воспитанница детского дома. Он мальчик из благополучной семьи. О них в Ланце знали и радовались за дружную пару. Они ждали ребенка и собирались пожениться. Но внезапная смерть молодого человека повергла местных жителей в шок. Не знаю, чтоб молодая девушка так. Но он к ней начал приставать. И она случайно так разворачивается и нашу ткнула. Но она как бы нож помыла, все помыла, скорую не вызвала. И побежала в бантон здесь продукты. И сказала, вызывайте скорую милицию. Человека убила. Убийство или трагическая случайность. Все версии предстоит проверить следствию. Это событие могло бы стать обычным уголовным делом. Которых в России не сосчитать. Но вмешался уполномоченный по правам ребенка в России. Произошла трагедия, а Павла Астахова встречали хлебом и солью. Хорошо хоть без плясок и песен. Правозащитник интеллигентно промолчал. Но отказался от застолья, осмотрел детский дом и направился прямиком на встречу с девушкой. Которую многие подозревают в убийстве. Один на один они проговорили больше часа. А в это время в коридоре детского дома выдвигались версии. Могла ли девушка убить своего возлюбленного. То есть они не ссорились, не ругались, вы не видели их? Нет, если у них были какие-то там ссоры, шутливые. А так замечательные были отношения. Они действительно любили друг друга. Пока картину обрисовывать невозможно, потому что обстоятельства совершения преступления, они как раз и расследуются. У нас будет проведена все экспертизы. Будут получены объяснения всех очевидцев преступления. В частности, девочки, она опрошена. И все эти обстоятельства будут исследованы судом. И только тогда можно будет говорить, что именно было совершено. Но спустя время Астахов пригласил журналистов и познакомил с Валентиной. Мы решили, что просто Валя один раз расскажет, как на самом деле происходило, чтобы не было никаких недомыслов, ничего. Он говорит, да, я за тобой похаживаю. А я хотела делать бутерброд. У меня в правой руке был ножик, а в левой бок. И я ему говорю, встань, не надо. Он начал сомневаться, я не успела нож положить. Начал руки заворачивать. По словам Валентины, вечером 13 ноября она повздорила с молодым человеком. Началась не драка, а скорее потасовка. Никто и понять не успел, как на рубашке появилась кровь. Я его толкнула к двери. И получилось так, что он обернулся прямо нож спиной. Говорит, Валя, мы мне легкие проснули. Ну вот адвокат уже работает. Сейчас мы с адвокатом поговорили, с Михаилом Игоревичем. Мне нравится, что у него правильная позиция, правильный подход к этой ситуации. Самое главное, чтобы, конечно, ничего лишнего не добавляло следствие, поскольку с первого момента, когда Валю задержали, мне не понравилось то, что сразу милиции начали на нее давить. И убийца, и так далее, и так далее. Зачем додумывать того, чего не было? Как бы то ни было, в этой истории еще много вопросов. Не нарушила ли правила директор детского дома, когда отпустила девочку в гости? Почему не сразу вызвали скорую? Молодой человек жил еще 40 минут после ранения. Но главный вопрос, что будет с Валентиной? Уголовное дело возбуждено не против нее, а только по факту гибели мальчика. Девушку могут оправдать, дать условный срок, а могут осудить на 10 лет лишения свободы. Но Павел Астахов уверен, что суд должен учесть обстоятельства. Валентина беременна. По окончании визита в Аланец, Павел Астахов принял решение о переводе 17-летней Валентины в другой детский дом. Подробностей не сообщил, чтобы ни в Аланце, ни в каком другом городе на девушку в ходе следствия не было оказано никакого давления. Кстати, ход следствия Павел Астахов взял под личный контроль. Почти все специальные детские учреждения системы образования, здравоохранения, соцзащиты, а также исправительная система МВД, программа пребывания в Карелии Павла Астахова насыщена до предела. Детскому правозащитнику за два дня предстоит изучить, как в Карелии соблюдают права и интересы детей. Первое учреждение в Петрозаводске, 8-я спецшкола. Там также побывала Ольга Пименкова. В эту школу дети могут попасть только по решению суда. Если предупреждения не действуют, и ребенок несколько раз нарушает закон, его, по большому счету, изолируют от общества. Это не тюрьма, но право, например, на свободное передвижение ребенок теряет. Разговаривать с Павлом Астаховым ученики явно стеснялись, но самый важный для них вопрос, правда ли, что их школу собираются закрывать, все же задали. Специальная закрытая школа номер 8 в Петрозаводске работает 37 лет, и сейчас здесь время перемен. В школе всего 19 учеников. Почему так снижается количество интересов? Потому что есть общая тенденция не отрывать как можно больше ребенка от семьи. Поэтому-то в Министерстве образования и решили закрытую школу снова сделать открытой, и планируют, что здесь молодежь Карелии сможет получать начальное профессиональное образование. Тем более, что мастерские уже есть. Идею превратить школу закрытого типа в обычную Павел Астахов поддержал, но не потому, что она хороша, а потому, что заведение, такое, какое оно есть сейчас, поразило его разрухой и запустением. Обшарпанные стены и полы, старая мебель, отсутствие элементарных условий, унитазов и душевых. А из развивающих игр, которыми могут занять себя воспитанники в свободное время, карты. Когда что-то чиновник каждый день ходит, у него уже глаз замыливается, ему уже кажется, что это нормально, когда полы все обшарпаны и вот так вот качаются. Или когда, извините, туалет, система очко с решеткой на окне. Да вроде бы и так можно, правда? Не так часто входим, в конце концов, в это заведение. Но просто дети, здесь находясь, они чувствуют себя в изоляции, и когда решетка на окнах, им кажется, что они уже в заключении. Они привыкают к такой жизни и дальше идут по этому пути. Детскому правозащитнику объяснили такое положение дел, как обычно. Нет денег, но, по мнению Павла Астахова, причина в другом, в отношении к делу. Это все политика, руководство республики. Потому что бюджетное финансирование из федерального бюджета напрямую отправляется в субъект федерации. И вот здесь уже, в республике, как в субъекте, выстраивается жизнь в таком учреждении, исходя из того, как глава республики, исполнительная власть представляет себе счастье детей сегодня. Я вижу, как сегодня обстоят дела с счастьем карельских детей. Завтра Павел Астахов продолжит посещение детских учреждений Петрозаводска. Возможно, его мнение о Карелии и изменится. Но пока сравнение явно не в нашу пользу. Сегодня всемирный день борьбы с курением. Отрадно отметить, что, по некоторым данным, в нашей стране за последние два года наметилась тенденция к сокращению распространения табакокурения. Особенно среди мужчин. Чего не скажешь о женщинах и молодых людях. Такой день хороший повод отказаться от пагубной привычки. Задумайтесь об этом. Бюджет нашей республики на следующий год принят в первом чтении. Это значит, что депутаты утвердили основные параметры – доходы, расходы и дефицит. В целом финансовая картина такова. Доходы чуть более 21 миллиарда рублей, расходы на уровне 22 миллиардов. При дефиците более чем 1 миллиард, на счету будет каждая копейка. Основные расходы на социалку, здравоохранение и образование. Запланировали деньги и на увеличение зарплат бюджетников. С июня их собираются проиндексировать на коэффициент инфляции – на 6,5%. Серьезную обеспокоенность вызывает грядущий рост тарифов. А в этой связи и то, как будут выживать крупные предприятия республики. Только за электроэнергию им придется платить на 40% больше. Обсуждать этот и другие уже конкретные вопросы будут 1 декабря на следующем заседании. У кого-то в районах дороги, у кого-то мосты, у кого-то благоустройство. Ну, каждый, в общем, знает свои проблемы территории и они их будут обозначать. В каждой сфере не хватает денег, каждый. Это касается не только дорог, это касается и строительства, это касается и культуры, и спорта, и экономики. Везде есть возможности для большего финансирования, лучшего финансирования. Но при этом это все может быть только за счет собственных доходов, которые мы должны заработать. О новой жизни кадетов сразу после короткой рекламы не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Костная клиника Мощные и надежные снегоходы «Скиду» и «Линкс» концерна «ПРП» Компания «Ольха». Первомайский, 82. Телефон 77-1107. Только ваш интеллект поможет сделать правильный ход. Серьезное решение. Серьезные деньги. Начните на forexclub.ru Уникальные процедуры по лечению и омоложению тела на новейшем оборудовании. Лазерное лечение сосудов кожи, LPG-терапия, лазерное выведение татуировок. Клиника Людмилы Власовой. 16 лет. На рынке лечебной косметологии. Крутимся сами? Помогаем раскрутиться другим. Рекламное агентство «Прома». Вы смотрите новости. Мы продолжаем. Работа нашей телекомпании отмечена на третьем международном фестивале телевизионных программ и документальных фильмов «Северный характер». Он проходил в Мурманске с 16 по 18 ноября. В номинации «Короткий репортаж» диплом первой степени получил сюжет Илоны Румянцевой о деревне Кинерма. Оператор Эйна Телькинен, режиссер Денис Шкиперов. Речь в сюжете шла об истории самобытной деревни, о ее малочисленных жителях и о том, как сложно им приходится порой добиваться понимания со стороны властей. И последнее. Карельский кадетский корпус переехал. Теперь он располагается в трех зданиях. Жилом, учебном и административном. Как обосновались юные кадеты на новом месте, расскажет Александра Репникова. Здесь есть где разбежаться. Если раньше кадеты занимались спортом на 60 квадратных метрах, то площадь этого зала более 500. Но размер, пожалуй, его единственное преимущество. Ремонт здесь, очевидно, делали еще во времена СССР. Об этом свидетельствуют и советская настенная живопись, и глубокие трещины. Кроме того, при таком освещении едва ли можно разглядеть, куда полетел мяч. Вопрос о ремонт физкультурно-спортивном зале как раз сейчас на педагогическом совете рассматривался. И наш министр образования Республики Карелии Александр Александрович Селянин заверил, что будут выделены средства и к первому сентября следующего учебного года спортивный зал будет в идеальном состоянии. На спортивном зале проблемы не заканчиваются. На совете в первую очередь говорили о безопасности кадетов. Здесь нет уличного освещения, ненормального подъезда. А самое главное, территория никак не ограждена. Но самих кадетов волнует совсем другое. Нам, наверное, не хватает питания дополнительного. Не хватает на улицах, не хватает площадок спортивных. Очень мало у нас. Нет нормального футбольного поля. Как заверил нас Анатолий Иванович, питаться кадеты будут лучше и сытнее. Ведь теперь в кадетском корпусе есть собственная столовая. А раньше учащихся кормил Петро Пит. Со спортивными площадками вопрос тоже решен. Предприниматели имеются в нашей городской, которым мы весьма благодарны. Которые подписались под тем, что для нашего крестского корпуса они изготовят и установят на территории современные уличные тренажеры и современную полосу препятствий. Такую взаимную работу Министерства образования и бизнесменов отметил председатель попечительского совета Сергей Катанандов. Ведь одних бюджетных средств не хватит, чтобы решить все проблемы корпуса. Но когда здание и территорию приведут в порядок, администрация рассмотрит вопрос об увеличении контингента учащихся. Проще говоря, о создании девичьего класса. Чтобы кадетам было с кем на хореографии бальные танцы отрабатывать. Это все новости на сегодня. После выпуска смотрите программу «Гость в студии». Сегодня в ней Сергей Катанандов рассказывает о том, как он осваивается в новой сенаторской должности и какие задачи поставил для себя. Материалы этого выпуска доступны и в интернете. По адресу nikadifismedia.ru Добро пожаловать на наш сайт. Спасибо, что вы с нами и до свидания. А теперь славянка. Любушка, любимый. О, золотой степ. Неудивительно, что мой дом О, маленькое чудо. Всегда полон гостей. Когда к чаю у меня Барф или курьё. Конфеты славянка. Славянка. Вкус, рождённый мечтой. Тайна вашей ночи. Магазин постельного белья «Бастет». Отель «Карелия». Конференц обслуживания любого уровня под ключ. Бизнес и сервис-центры. Бар и ресторан. Отель «Карелия». Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. Холод или зной, ветер и пыль, дождь и шум улицы останутся по ту сторону, если в вашей квартире окна от компании «Век стеклов». Всё будет джаз. 18 ноября. Анатолий Кролл. Лучшие джазовые певицы и русский Фрэнк Синатра Лев Лазарев в концертном шоу «Феерия джаза». Красота и сила земли Карельской. В каждом глотке «Мурсов от Слава». «Мурсы от Слава». Сделаны с душой. В подарок к Новому году. Кредит без переплаты. На всё. Только в Калинке. Итальянская стиральная машина класса «А» всего за 8 490. Свой стиль для каждого. Они такие разные. Но их объединяет одно. Все они одеваются в третьей линии Гоголевского центра и в магазине мужской одежды на Московской 8. Такси заказывали. Пупсек. Загружаемся. Мой любимый. Золотой овен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова